Доброе утро, коллеги! Всемирный день образования отмечают и у нас в Евпатории. И на самые актуальные и наболевшие вопросы в этой сфере нам сегодня ответит начальник управления образования Администрации Евпатории Валентина Ивановна Шеребец. Валентина Ивановна, здравствуйте! Доброе утро! Расскажите, можем ли мы похвастаться уже какими-нибудь успехами? Ну, понимаете, образование всегда может похвастаться какими-то успехами. Наверное, самое ценное, что есть в образовании, это педагогические кадры и дети, которых мы учим. Они у нас самые замечательные, потому что в Евпатории, как в Всероссийской детской здравнице, могут быть только самые счастливые, самые умные и самые хорошие дети. И самые таланты, которые всегда остались своими талантами. Да, и великолепные педагоги, поэтому поздравляю всех с сегодняшним праздником. Насколько я знаю, в этом году управление образования добавило места в ясельные группы? Да, мы в этом году при распределении мест в детских садах учли те направления, которые есть. И по возможности, там, где были созданы архитектурные возможности, открывали ясельные группы. Поэтому в этом году открыли больше мест в детских садах. Ну, еще в связи с тем, что давали направление в детский сад «Золотая рыбка», а там еще дополнительно две группы открыли, поэтому в этом году удалось открыть больше мест именно и в ясельных группах. А если еще посмотреть на Новоозерный, там у нас вообще на сегодняшний день мы принимаем детей с года, того, что нет нигде, да и очереди там на сегодняшний день нет, а есть свободные места, поэтому удалось что-то решить. И строительство новых детских садов. Вот «Золотая рыбка», которую вы уже упомянули, он еще не открыт, но вот-вот откроется, правильно? Да, мы на сегодняшний день получили заключение положительной Роспотребнадзора МЧС и подали документы на получение лицензии в управление по надзору в сфере образования. Поэтому надеемся пройти удачно, получить лицензию и думаем, что в скором будущем наши дети войдут туда. Можем мы немножечко предсказать будущее, когда детская «Золотая рыбка» откроет свои двери для первых воспитанников? В течение месяца точно откроет. Я думаю, это прекрасные новости для всех мамочек, особенно этого района. И в том же районе строится еще один детский сад, и это не единственная стройка в городе сейчас. Расскажите, какие планы на этот год? Ну, в этом году я надеюсь, что мы все-таки сдадим в эксплуатацию три модульных детских сада, которые установлены. Это дополнительно еще 300 мест. Ну и по федеральной адресной целевой программе еще будет строиться со следующего года в городе два больших детских сада. Более по 260 мест где-то, поэтому где-то в течение еще следующих двух лет еще 520 мест. Те, которые сегодня нужны в городе, будут построены, потому что очередь свыше 2900 на сегодня, которая есть. И по ясельному возрасту, те, которые сегодня хотели быть в детских садах, есть очередь. Ну и по детям, которые от трех до семи, на сегодня, к сожалению, там тоже есть очередь 270 человек. Это достаточно много на сегодня. В униципалитете реализуют еще ряд программ, которые связаны и со средним образованием. В том числе у нас реконструируют входные группы в школы. Расскажите, какие планы, что сделали в прошлом году, и какие планы на текущих? Просто прошел текущий ремонт входных групп, фойе до школ, по проекту «Моя красивая школа» заканчивается в школах на сегодняшний день. В четырех школах идут эти работы, поэтому надеемся, что будут завершены скоро. Ну и вы знаете, идет капитальный ремонт интеграла. Это большая работа, которая проводится на сегодняшний день. Запланирована реконструкция каких-то еще школ в городе? На 2020 год пока точно не могу сказать, потому что мы на сегодняшний день делаем проектные работы. Отдел городского строительства заключил уже контракты на изготовление проектно-смертной документации, на корректировку той документации, которая была, и с теми новыми запросами руководителей образовательных организаций, которые есть. Поэтому сначала придет корректировка той документации, которая есть, а дальше уже, понимая сумму необходимых средств, будем запрашивать деньги в республике на проведение капитальных ремонтов в школу. И какие школы будут реконструировать? Ну, я не говорю, я говорю о капитальном ремонте. Это Новоозерненская школа, Мирновская школа, Первая школа, Пятнадцатая, Гимназия, восемь. Это то, что на сегодняшний день... Им действительно больше всех требуют реконструкции, больше других. Просто в других школах за последние годы был проведен капитальный ремонт, а в этих школах не было. Поэтому назрела необходимость, нужно очень провести мероприятия, те, которые на сегодня есть. Там есть кровли, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. Это было задание, дано нам на сегодняшний день отработать эти вопросы. Необходимо отремонтировать санитарные узлы, вентиляцию сделать, спортивные залы. То есть есть ряд работ, которые необходимо выполнить. Спасибо вам большое, Валентина Ивановна, что так рано к нам пришли, за интересные беседы. Мы еще раз поздравляем вас с Международным днем образования. А на этом наш эфир заканчивается. Коллеги, я предаю слово вам.